Сотрудники одного из ключевых подразделений полиции сегодня отмечают свой профессиональный праздник у экспертно-криминалистической службы МВД. В этом году вековой юбилей. В настоящее время без участия специалистов центра не расследуется ни одно преступление. Порой улики, обнаруженные криминалистами, на месте могут рассказать сыщикам гораздо больше, чем любой свидетель. Сюжет по тематам Ханаповой. ЭКЦ, дёрна часть. Адрес какой? Группа зуротехников на выезд. Криминалисты. Именно они заставляют говорить даже немых свидетелей. Замечают детали, которые очень часто помогают найти преступника, раскрыть дело. На каждый вид совершенного преступления свое специфическое исследование. Это не только хорошо нам известная по фильмам, почерковеческая экспертиза, снятие отпечатков пальцев, составление фотороботов, но и множество других. Это устройство называется вакуумный взрывотехнический комплекс ВК-200. Обнаружили, изъяли взрывное устройство, назначается экспертиза. Возникает вопрос, пригодна ли оно для производства взрыва, какого его поражающего действия и так далее. Поступая на исследование, мы устанавливаем внутрь взрывотехнической камеры, под глубоким вакуумом, откачивается отсюда воздух и производится экспериментальный подрыв. Тем самым определяем ее пригодность для производства взрыва и поражающие действия. Кабинет судебной экспертизы. Именно он и появился 1 марта 1919 года в уголовном розыске Министерства внутренних дел. Центророзыск. Так называлась тогда современная криминалистическая служба. А благодаря вот этой лаборатории у нас есть возможность по самым мелчащим частичкам выделения человека определить конкретно 100% его индицировать. И то, что способствует конечно раскрытию многих тяжких, особо тяжких резонансных преступлений. Именно благодаря этой лаборатории. Спустя сотню лет на базе дагестанского МВД проводят 24 вида экспертизы, 49 возможных. Они позволяют раскрывать по республике свыше тысячи преступлений. По крайней мере именно с таким показателем по итогам прошлого года дагестанские криминалисты встречают вековой юбилей. Успешно и достаточно полном объеме функционирует введенная в прошлом году ДНК лаборатория. Освоено новое видное отправление экспортизы. В текущем году экспертно-клиническим центром принимается меры по освоению шести новых видов экспортиз. Это будет строительный технический экспортиз, радиотехнический экспортиз, психофизиологический экспортиз с применением полиграфов, исследование волос и животных, исследование красочных покрытий, исследование материалов и документов. Пройдя путь преобразования и качественного развития, экспертно-криминалистическая служба стала одним из ключевых подразделений МВД, непосредственно участвующих в раскрытии, расследовании преступлений. Ежегодно эксперты производят более 9 тысяч экспертиз и более 7 тысяч исследований. В структуру ЭКЦ входят более 20 отделений. В последующем их будет еще больше. По тематам Анапова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала, Новости 24.